Добрый день! Я Сергей Костеренко и сегодня шестой день не ем и не пью. Качественного сдвига в своем состоянии, в своей очистке я уже достиг. Теперь я почувствовал, что можно начать пить. И поэтому сегодня я для себя открываю этап питья воды. Скоро я сделаю первый глоток, но перед этим расскажу, что у меня было. Что особенного в сухом голодании? Для многих это, наверное, будет новинка. На таких продолжительных сроках, когда хотя бы дней 5 прошло сухого голодания, то начинается сухость во рту, сухость в горле. И еще один важный нюанс – это то, что совсем заканчивается пот и начинается перегрев. Зимой это гораздо проще, потому что зимой мы можем выйти на улицу и освежиться, а летом гораздо сложнее. Любыми местами мы в летние периоды сухого голодания были отделы гипермаркетов, наполненные холодильниками. Там было можно классно засесть и постоять, освежиться, так и в холодке. Сейчас же гораздо проще, потому что вокруг зима. И спасибо ей – это тот самый случай, когда зима в благость, зима в радость, зима вызывает восторг, восхищение. Дальше я перехожу на мокрое голодание. Это когда мы ничего не едим, но начинаем уже пить воду, чистую воду. Так как я живу в горях, то у меня перед собой стакан чистой родниковой воды, которую я сейчас и выпью. Первые глоткие воды за шесть дней доставляют неописуемое удовольствие и радость. Вот он, тот элемент маленького счастья. Счастье в мелочах, счастье в деталях. Или, как говорят скандинавы, хюгги. Я желаю и вам искусства маленьких радостей, искусства видеть радость и счастье в каждой мелочи. Успехов вам! А я продолжаю! Субтитры создавал DimaTorzok